Гильотина работает? А что стучал? Нет, это не от этого От чего? Ахилл сработал Так, всем салют Сегодня мы с вами разберем такую технику мою любимую, как гильотина Написано было на афише, что гильотина не работает Это пошло от моих учеников Многие из них говорили на соревнованиях Но они не сработают, но вообще не рабочая техника Это просто на удачу И, по-моему, один за другим начали делать На самом деле техника довольно-таки интересная, несложная Ее просто нужно один раз понять и можно применить из любой позиции По сути, вот, которая есть в партере Мы можем из любой позиции выйти на нее Сегодня как раз будем разбирать, как душить И разные позиции, возможно, для кого-то знакомы, для кого-то нет На коленке просто на весь Смотрите, основной принцип с гильотиной связаны Которые большинство допускают ошибку Это тянут не в ту сторону и не сжимают Я по своему опыту понял такую вещь с удушающими приемами Это вообще абсолютно с любым вариантом удушения Если вы взяли захват и вы в нем уверены, почувствовали, что вам попали Не важно, сзади, север-юг, треугольник руками, не важно Любой из удушающих, если вы почувствовали, что взяли, нужно тянуть Уже взяли замок, тянете, корпусом можете работать, как хотите, ногами перемещаться Но главное, что замок уже не отпускаете Очень часто ошибка, самая популярная ошибка в гильотине Это вы взяли, потянули, не пошло, перехватили, а уже не выйдет Ну, там, наверное, 30% кто может сделать со второго, с третьей попытки Поэтому нужно брать правильно захват Если его почувствовали, мы обязательно начинаем сжимать И как сжимать? Смотрите, вот если человек находится в черепахе, да? Как выглядит гильотина? Я отрубаю ему голову, да, сверху она летит, бам, отрубила, она ушла вниз Большинство из вас пытается гильотину вырвать вперед Вот это и есть самая основная ошибка, когда мы забираем Сейчас мы поработаем с вами Самый простейший, с гарда Вариант, который все делают Мы выходим на шею, я прихватываю голову Вот внимательно посмотрите, я заправил руку Я ее заправляю так, чтобы у меня она не глубоко прям туда залезла А чтобы вот эта тонкая часть легла на соник Вот я раз заправил И следующим движением я разворачиваю таз в противоположную сторону И вкручиваю голову, отрубаю ему эту голову Я ухожу сюда Взял замок, закрыл, ножками помог себе и затянул Все раз Я пошел, раз Обхватил голову и таз сразу разворачиваю Рука, которая со стороны подмышки Обязательно прижимает сверху Руку, которая на шее И я вкручиваюсь Вкручиваюсь в сторону головы Ножками я себе помогаю Не обязательно закрывать замок На самом деле достаточно бедрами работать Давайте попробуем Это самый, наверное, простой вариант, который сегодня будет А дальше уже пойдем по сложным Поехали Берите пару Я беру вот здесь захват И эту руку я блокирую Она мне таким образом оказывается подо мной Я когда скручиваюсь, она мне будет мешать только внутри Вот здесь то, что каша будет проходить Когда вы берете просто голову и то же самое пытаетесь делать Положи свою левую руку Нет, просто на локоть Левую руку И вниз дави Он мне не дает поднять руку Я не могу задушить Одну голову, чтобы хорошенько задушить Не вот так нужно скручиваться А локоть поднять вверх и все Этого достаточно, чтобы задушить Просто вот сюда убираете Он рукой вас не достанет за локоть И вы сжимаете Это удушение, которое в принципе очень быстро, коротко Если вы схватили одну голову Раз Мы сейчас разбираем с вами Именно с рукой Еще раз Большинство Опять же Вы делаете вот это движение Во-первых, первое Заправляете руку очень глубоко Вот смотрите, я его сейчас не задушу А, или задушу Второй момент Очень глубоко заводите Второй момент, который вы делаете Вы тянете вот так Вот это не нужно делать Вы взяли захват И закручиваетесь Убираете его голову вниз В самом начале Помните, что я говорил? Мы отрубаем голову Удушение это происходит За счет того, что голова уходит вниз Туда Хорошо, сейчас смотрите Позиция моя любимая Садись Начнем поэтапно Самая моя распространенная позиция Откуда я атакую Котля Вообще, в принципе, советую Работать с хавгарда Постоянно напрягать Когда вы находитесь Сверху Постоянно напрягайте Оппонента Потому что если вы ничего не будете делать У вас обязательно Либо полезут под ногу Либо залезут за спину А еще более Ну, обидно Когда сушат схватку И там Супер крутой захват Который не дает возможность Ну, вылезти Такие тоже Особые джитсеры есть Поэтому здесь Можно делать разные ловушки Первый раз Моя любимая Которая я делал Вот тут Дырочку такую Для того, чтобы человек полез мне за спину Я прям всем видом показываю Заходи Только он начинает движение Первое, что я делаю Я не за головой его лезу Показываю ему Он начинает проходить Я ставлю визор Первый заблокировал его Второй рукой я начинаю идти Внимательно Смотрите Я не засовываю опять глубоко Я завожу ее вот таким образом Вот у меня Вот здесь она Оп Взял захват Возле подбородка Прижал его голову Все, я уже вот здесь Начинаю его подушить Первый этап пошел Я руки уже не расслабляю И как бульдозер Иду на него Только не вот так Сверху А прям снизу Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз Голову кладу в пол Человек уже стучит Важный момент Если все же вы там Кривенько взяли Не попали Вы вместе с ним Идете вот в эту сторону Голову положили И начинаете скручиваться В левую сторону В сторону головы Дэн у нас не из терпеливых Поэтому Видимо не получится Я вот заправил Взял захват Прижал Пошел на него И ухожу Влево При этом все время Стараюсь, чтобы его лопатка Касалась мата Захват важная штука Сейчас Очень вот прям внимательно Если вы будете глубоко заводить То его Соник будет открыт Дэн сдастся 70% из вас не сдастся Вот раз Локоть прижал Пошел, 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 пошел Я не спешу при этом Голову положил Закрутился Пробуем Смотрите по ошибкам Да, какие были Они всегда Они даже У меня во время схватки Да, бывают Первое, что вы делаете Вы схватили И начинаете уходить Вот вы заправили руки Да, там даже правильно Заправили И вы начинаете идти Вот раз И сюда Вот так И он вас накроет просто А еще самое, что обидное Он накроет вас Нехорошо для вас То есть эта позиция Вам не нужна Еще раз Вот его лопатка Она идет вот сюда Не сюда Вот сюда Я начинаю двигаться Вот в эту сторону Мои руки должны уже быть сжаты Я сейчас его не давлю специально Если у меня не пошло Я делаю движение вот так Я не вот сюда разворачиваюсь А вот так Вот это важный момент Я как бы вдоль мата Закручиваюсь Где ясна Где ошибка Вы должны Голову Опять же Да, даже в этом положении Отрубить Это важный момент Который Большинство Игнорирует Следующий вариант Я наоборот Сам внизу С хавгарда Тоже такая Ловушка Обычно Абсолютно обычно Мы все время С вами лезем за спину Я полез за спину Заблокировал его руку Нахожусь здесь Я всем видом показываю Что я пойду за спину Я делаю движение Вот этот мах ногой Я пошел А ручку заправил сюда Прихватил замок Ушел вниз Это я еще ногу даже не заправил По кирпичу Я здесь держу захват Обязательно накрываю ногу сверху Я бедрами сжимаю Его туловище И скручиваюсь Точно так же В сторону его головы Вот мы возимся Я тут раз-раз-раз Оп Поджал Мах ногой Как будто ухожу за спину Вот здесь прямо Отрубаю голову Сразу подворачиваюсь сюда И начинаю сжимать Возитесь-возитесь Да, вот он пытается пройти Вы ему помогаете Он коленку вашу протолкнул И сделал себе Такое не очень одолжение Мах Рука пошла сюда Вторая сюда И я вкручиваюсь Сразу закрывая ножки Окей? Давайте, поехали Еще раз В самом начале тренировки Что я говорю? Голову мы отрубаем Здесь то же самое Мы голову отрубаем Уберите Вот когда взяли захват Уберите голову под него Тогда у вас меньше проблем будет С этим всем Вам будет гораздо проще душить Где Дэн? Дэн, 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 Дэн Давай Сюда Смотрите Еще немного С хавгарда Сверху Вы многие Умеете душить отсюда Да, вот это Раз Затянули Пошли душить Правильно? Вот здесь тоже Можно отсюда играться Я человека вытягиваю на себя Взял замок Ему не хочется Чтобы я его душил Он начинает чуть-чуть голову включать Вот когда он включает голову У него открыт сонник Я не успел затылок схватить Я взял шею У него сонник здесь открыт Я здесь делаю наоборот Я ручки Раз Два Взял замок Все, гильотина уже Закрыта И следующее движение Которое я делаю Я вытаскиваю свою левую ногу Через Него Дайте мне кого-нибудь покрепче Че такое? Дернул? Кого? Напускай прячется Давай Словья, пошел Прихватил Он начинает голову отодвигать Я ее закрываю Я закрываю его голову Прихватываю замочек Отодвигаюсь И свою левую ногу Я вытаскиваю отсюда И так же вкручиваюсь В эту сторону Что-то спазм Пошел Потянул Закрываю Я начинаю Вытаскивать ногу сюда И затягиваю Захват Захват Сейчас не трогаем Я вот пошел Я когда пошел Моя задача При падении Вытащить ногу Мне нужно ее Пропихнуть Вот сюда Даже если она не вылезла Она его заблокировала Вылезла Набрасываете ее сверху Даже в таком положении Вы задушите Вы не дадите ему В эту сторону уйти Где он защищаться будет А в ту сторону Он сам себя душить будет Еще раз Раз Я пошел Закрыл замок Задушил Поехали Делайте давайте Туда и сюда Потому что таймер я не вижу И все время забываю Следующую такую Ловушку Которую я очень-очень люблю Мы сейчас уйдем С вами в стойку В принципе Вот как раз Миша подсказал Показать как я хочу Я хочу за шею С самого начала Как схватка начинается Вот мы здесь пришли У меня уже начинается Пулят гард Я продолжаю Я пулю гард Я продолжаю охотиться Как раз сейчас Самая история Мы начинаем схватку Я вот сюда Ставлю руку Это уже Означает то Что я иду за гильотин Одним из вариантов И первый Когда мне нравится Со стойки атаковать Я делаю такую работу Смотрите Я вытаскиваю оппоненту Голову сюда Раз Два Вывел Правую руку Заправляю глубже И беру себя За предплечье Вот я прихватываю Вот так Раз Два И здесь я делаю движение Просто как будто Становый Встаю Вместе с ним Стоим Работаем Я раз Прихватил Голову в сторону Вот этой Правой руки Которая на подбородке Раз Накрыл Поднял Вот мы держим Раз Вытягиваю Заправил Вот прям Коротким движением Прям раз Взял Бам Поднял Вот это очень Эффективный прием На старте Особенно когда с вами Встречаются Вот с такой Стойкой Берете Привет Прицепились Подняли Окей Давайте попробуем Поехали Я нахожусь Бутерфляю Он передо мной Я вот здесь сижу Мы там что-то Возимся Там 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 Раз Хоп Сюда Заправили Вот вы взяли Замок Здесь же стану Не сделаешь Но здесь Выходите назад И поднимаете его ноги Чтобы он не мог От вас никуда Сдвинуться Взяли замок И сейчас Вот как раз То что я вам говорил Не делать Раз Шеи Вы уходите Тупо назад И поднимаете Ножки наверх На весу Ему очень Некомфортно Вот там Мы возимся 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 Сюда Взял Ушел Окей Длина ногих Еще выше Прям Поднимаете Ножки Тогда вот сюда И держите Вот здесь Пробуем Потихоньку Каждый делает Начинает скручиваться Когда вам делают Гильотину Причем Неважно С какой позиции Вы начинаете Именно вот это То что мы первую Делали с хавгарда С черепахи пошли Человек заваливается На бок В принципе Идея защиты Правильная У оппонента Он как бы Логично думает Сейчас чуть откат Назад Дам специально Я просто Хотел это Напоследок Оставить Потому что Она немного Не гильотина Но выход С этой позиции Происходит Мы когда Я с самого начала Вот этот удушающий Начал делать Потому что Хотел обойти Хавгард Мне просто Надоело Ногу одного Человека Убирать И я вот Всем рассказываю Я начал душить Думаю Не хочешь так Задушу так И тут Фишка какая Я когда Начинаю уходить Я сейчас тебя душить не буду Я его сейчас душить не буду Сразу говорю Я вот там Замок взял Такой что-то Вожусь Иду сюда Он распускает Хавгард И руками Меня выталкивает От себя Я специально Отъезжаю В сторону головы Я ухожу Специально сюда Потому что Мне там Оставаться не нужно Он мне заблокировал Доступ Я держу замок Я держу шею Вот здесь На подбородке рука Моя правая рука Идет в андерхук Вот сюда И я возвращаюсь Обратно К нему В сайт Начинаю затягивать Я к нему возвращаюсь На такой Плотненький Удушающий Честно сказать Название не помню Если панков напомнит Не помнишь Я что-то забыл Как называется Я вот пошел Взял замок Пошел Он меня прям Выталкивает Я такой Опа Ушел сюда Руку Перебрасываю Вот в обратную сторону И пошел на него Ножки Разношечку Обязательно ставим И его надо держать На спине Если он уйдет сюда Маловероятно Что вы задушите Ну Вы в принципе Не давайте ему С самого начала Вот так лежите на нем Рука под контролем И вкручиваетесь Сядь Этот же прием Можно делать Вот отсюда Чуть сюда Вот я отсюда двигаюсь Прихватил Прямо сразу Раз Два Это любители Которые Да За вами Бегать Вы идете за ним Сами в атаку Давайте пробуйте Потихоньку Идите сюда Вот это всех касается Вот Вот здесь то же самое Та же история Смотрите Вы со своими ногами Вообще не хотите дружить Они у вас отдельным миром живут Руками все приемы Начали делать правильно А с ногами не работаете Вы ушли Уходите в эту сторону А здесь вы знаете Как стандартно Посмотрите Вот как вы делаете Он меня толкнет Я укачусь Вот ножки Раз ножку поставили Толкай меня Я держу контроль Ноги пошире Вы давите А вот это вот Как будто девочка На свидание Первый раз пришла Такая стесняется Вот прям сразу Раз да Пригрузили На нем прям Находитесь Вот этот момент Сейчас сделайте И дальше А дальше будет Избиение Двух моих учеников Моментом таким Первое Да основное Правило Взяли гильотину Мы чувствуем Что мы попали В соник Вы все сделали правильно Ручку поджали Плечо вперед вывели Мы этот захват Сжимаем И не расслабляем Если расслабили Перехватили Я вам советую Переходить на На следующее действие Ну если вы не супер сильный Там халк Второй момент Когда вы берете шею Мы ее отрубаем На классической гильотине На сбоку Через руку Мы ее отрубаем То есть наша задача Отключить голову Убрать вниз Не тяните просто спиной Вы можете задушить Да там есть Вариации когда вы будете Тянуть спиной И рука легла чисто на соник Такое бывает Там многие душатся Но надо делать правильно Чтобы наверняка Третий момент Охотьтесь за шею Если вы решили Задушить оппонента Вот Я очень много Видел вариантов Когда Выходят Леглокеры А ногу не могут сделать Потому что Там Чувак резиновый Рука Такая же история У него резиновая А душатся все Вообще все Поголовно Нет такого человека Который не уснет Просто кого-то чуть подольше Надо подержать Кого-то Там пару секунд Он терпеть это не может И стучит И охотьтесь за шею То есть в любой позиции Когда я вот допустим Работаю У меня Нет такого Что я прям Только гильотину хочу закрыть Но я уже провоцирую Своего оппонента Я буду закрывать гильотину И он допускает Из-за этого кучу ошибок То есть у меня У вас может быть там коронка К примеру Рычаг локтя Да Вы будете просто К руке прикасаться А он уже нервничает И будет забывать Про другие приемы Здесь примерно Такая же история Я когда вот борюсь Мы там возимся Допустим он сидит Я уже здесь начинаю Показывать Что я буду заходить В эту сторону Соответственно От меня отползает Уходит максимально Я вот я говорю Я преследую Иду за его головой Причем не важно В какую сторону он уходит Но учитесь делать прием И на левую руку И на правую обязательно Потому что Вот у меня прям Я люблю душить Когда у меня голова В правой стороне Все соревнования я выиграл Когда я душил С левой стороны Я прям психовал Я такой Да ладно Опять типа неудобная Мне прям некомфортно было И все попадались на эту Ну из-за этого Советую учить обе стороны В принципе Ну вообще все приемы У вас должна быть коронная сторона И та которая Если вдруг что-то пошло не так Так Еще хотелось что-то сказать Вот Момент Когда вы боретесь На соревнованиях Если вы взяли гильотину Это прям вот Очень такой важный момент У меня была ситуация Я взял гильотину Начал делать ее неправильно Причем Я ее делал Чувак стоит в стойке Я душу У него шея вот такая огромная Я думаю Все попался Я тянуть начал спиной Я тяну 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 Честно сказать Наверное минуту Наверное мы где-то Да вот так простояли Может 40 секунд Прям очень долго было Он стоит вот Держит вот так Я тяну Он такой раз Начинает опускаться Я такой попался А потом он начинает падать назад Он реально падает назад У меня Я руки не могу вытащить Потому что я прижат Я падаю Там что-то сумбур Он ударяется Он очухался Он проснулся от удара А мои руки отключились полностью То есть они вообще абсолютно выключились Потому что я делать Начал неправильно Они у меня закислись И он у меня вот всю схватку Гонял по ковру Делал все что хочешь Я единственное что мог сделать Это не пропустить болевой Прямо отбивался Там по-моему Потом на табло посмотрел Мне кажется было Там чуть ли не 50 очков Я такой думаю Как? Как я так? Ну руки вообще непослушные Будьте аккуратны Если вы делаете Делайте правильно Следите вот за этим поворотом Который лень всегда делать Вы берете такое А что-то не хочу сюда Потяну Так проще Так не проще Так вам будет сложнее Ну и соответственно Если вам кто-нибудь скажет Что гильотина не работает То значит вы у меня на семинаре Сегодня мы закончим Но я хочу чтобы вы Некоторые из вас поборолись Потому что завтра будет Турнирчик внутри клуба Кубок Берна Поэтому легко Без зарубы Можете все Можете там часть Поделитесь Сейчас поставлю таймер И устроим схватки ОС Гильотина работает Гильотина работает Не работает Вообще Парни Гильотина работает Теперь да Девчонки На секундочку Гильотина работает 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 Получалось Олег Гильотина работает А на бразильцах Не знаю На нем от него точно работает, я залитал, проверю, нормально. Работает? Гильотина работает? Работает. Парни на секундочку отвлеклись, гильотина работает.